Обрушение слоя штукатурки произошло 17 февраля около трех часов дня во дворе дома номер 41, расположенного на улице профессора Никулина. О происшествии нам сообщили местные жители. По их словам, в этот момент на улице играли дети. К счастью, пострадавших нет. Весь удар на себя принял припаркованный автомобиль Инфинити. Хозяин машины узнал о происшествии, находясь на работе. Мне позвонили соседи и сказали, что приезжай быстрее, потому что машина, так сказать, у тебя практически уже списана. Я думаю, что это перекрас автомобиля как минимум, а замена поврежденных частей я даже не представляю себе, но думаю, что очень много. Пострадал капот, передний бампер, два крыла, свернутое зеркало, помята крыша. Ни один из жителей дома не смог сказать, какая организация занимается обслуживанием здания. Однако встретившиеся нам люди называли главным по дому этого мужчину. Он приступил к ликвидации штукатурки в первые же минуты после ее обрушения и активно препятствовал съемке сюжета. Не мешайте нам работать. Вы работаете, мы тоже работаем. Мужчина обвинял в произошедшей ситуации самого хозяина припаркованного автомобиля, говоря о том, что машина стоит в неположенном месте. Однако в районе стоянки автомобиля мог оказаться человек. В любом случае, жители дома говорят о том, что такие обрушения здесь происходят регулярно. Об этом свидетельствуют разрушенные стены с внешней стороны здания. Сами жильцы говорят о том, что домом никто не занимается. Все, что отлетало, это уже не раз ремонтировалось. Я не знаю, у нас получается так, что управляющая компания за все время с 2008 года, все, что я здесь заметил, ну, реально, то, что здесь делала управляющая компания, это сделали датчик движения в подъезде, я обратил внимание. Вот. И, наверное, за 10 лет два раза был заменен коврик в подъезде. Все. Возвращаясь к происшествию, стоит сказать, что Дмитрий сразу же вызвал сотрудников полиции. Вместе с ними на место прибыли представители МЧС. Однако к их приезду куски стены были уже разобраны. В этот же день происшествие было зафиксировано, и теперь хозяину машины предстоит судебное разбирательство с виновным. Пока неизвестно, кто будет отвечать за повреждения автомобиля – застройщик, управляющая компания или частное лицо, выполнившее утепление и штукатурку дома. Подобные дела можно довести до разрешения в пользу автомобилиста, однако это может занять время. Такие ситуации, конечно, решаемы. В большинстве случаев они уже решаются через суд. Изначально необходимо виновнику предоставить претензию с справкой о подтверждении именно размера материального вреда. Все это решается либо через суд, либо в досудебном порядке, если такой добросовестный виновник сам хочет возместить ущерб. Стоит сказать, что «Инфинити» – не единственная машина, пострадавшая в ходе обрушения части стены. Рядом стоящая БМВ также получила небольшие повреждения в районе задней правой двери. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».